Друзья, рассказ за номером два. Небольшая преамбула. Вы знаете, какие сложные отношения бывают между мужчинами и женщинами, особенно в молодом возрасте. Мы столько ошибок делаем, потом всю жизнь жалеем себя, расплачиваем. Вы знаете, что такое первая любовь, вы знаете, какой она роль оказывает в последней жизни. Хотя принято считать, что первая любовь никогда не бывает второй, то есть никогда не бывает последней, после нее обязательно наступает вторая, может уже не такая яркая. И вот мой второй рассказ, авторов не помню, но он тоже меня поразил своей фантастической реальностью и философским смыслом. Многие из нас, кто меня сейчас слушает, любят фантастику. Вот я ее люблю, особенно если она со смыслом. Итак, молодой человек, еще достаточно молодой инженер, закончил школу-институт, поступил в Ночеведческий институт, и где-то, как она случается, незаметно от окружающих, вот, чуть ли не в своем гараже, чуть ли не, как есть такое выражение, чуть ли не на коленке, из всего, что только можно было, создал машину времени. Когда-то такое может случиться, но это опять вопрос спорный, а здесь фантастика, слушайте дальше, об этом как будто это случилось в реальности. И вот он сидит возле машины времени, предстоит первое путешествие в прошлое. Серьезнейший вопрос, первый в истории человечества, поход в прошлое, да еще частным лицом. Вот он решил вернуться в свою молодость. Вот. Просто посмотреть на самого себя, может быть, чем-то помочь тому, кем он был. А что такое он был? Он был студентом. Вот. Очень-очень небогатый. Это сейчас все связывает девушке свое будущее только с богатыми людьми, не думая о том, что можно стать в процессе жизни богатым. Вот. Главное угадать с избранником. Хотя сейчас талант не приносит доходов. Ладно, опять я не туда заехал. И так он вернулся в прошлое. Вот. На несколько лет всего лишь. Вот. На несколько лет. С 7-го себе, к студенту. Выходит из этого же гаража. Я примерно скажу по памяти. Идет по знакомым улицам. Заходит в знакомый двор, видит знакомых людей. Поднимается на какой-то этаж, стучит дверь. Открывается дверь. И вот он видит самого себя чуть-чуть моложе. Вот. Что интересно. Тот, который... Он молодой. Так. Среагировал так. Глянув, сказал. Нисколько не удивился. Увидя себя же более старшего. И сказал. Надо же. Получилось, значит. Вот. После идут крепкие объятия. Они идут это. Садятся, разговаривают. Перебивают друг друга. Столько всего интересного. Столько всего это самое. Ведь это событие. В обоих. Один совершил научный подвиг. Другой узнал, что он совершит научный подвиг. Что не зря он там, какая-то бедная, там, студенческая это. И вдруг какой-то момент он начал прерваться, делать паузы, поглядывать на часы. Младший. Он же младший. Вот. И тогда старший вдруг вспомнил, что он случайно не случайно, но он попал в тот день, когда решалась судьба его любви с девушкой, с местной красавицей. Вот, в который он был безумно влюблен. Безумно. И вот он понял, что сейчас он молодой, пойдет на свидание, что девушка ему с ним поведет себя так, что у него будет разбито сердце, и они навсегда расстанутся. И вот эта заноза, вот эта вот любовь у него все равно осталась в сердце, будет отравлять ему всю оставшуюся жизнь. Чувство унижения, там, бедного студента, там, эта красавица и прочее, прочее. Вот. И он решил помочь, ему стало самого себя жалко вот этого вот студента. Ему так стало жалко, что он решил помочь по-своему. Он уже, будучи зрелым человеком, более опытным, более обстоятельным, который знает, как себя вести с такими вот девушками, гордыми, заносчивыми. Он вдруг взял и сказал ему, слушай, я знаю, куда ты идешь, я знаю, что тебя ждет. Тебя ждет огромное разочарование, тебя ждет разбитое сердце. Вот. Давай мы сделаем так, вместо тебя пойду я. Она подмену не заметит. Но я теперь знаю, как разговаривать с такими девушками. Я знаю, как себя вести. Понимаешь? Я просто вернусь через час, вот. И она будет твоею. Вот. И вы думаете, молодой раздумал или согласился. Он сказал, нет, это моя жизнь, я ее должен прожить. Вот. Но ты же ничего не добьешься. Да, знаю, не добьюсь. Но я все равно пойду. Я не хочу, мне не нужна готовая любовь. Вот. Вот так заканчивается еще один фантастический фильм. Вернее, фантастическая история рассказана в этом фильме. Сейчас снова небольшой перерыв. Надо настроиться еще на один рассказ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok